Эта история началась вот с этого пешеходного мостика через железную дорогу. Вернее, уже бывшего мостика. В 2014 году его демонтировали. А до этого люди переходили через него и буквально через несколько метров начиналось кладбище. Уже три года как этот путь не рабочий, но народная тропа не зарастает. Наталья Вдовиченко с дочерью пробираются через сугробы. О том, что построена другая дорога, коголымчанки еще не знают. Потому и ходят по старинке через железку. Каждый год, вот именно в этот день. Приходим, чтобы проведать, потому что они ждут нас. Вот таким путем сейчас забираемся. Попали на кладбище? Попасть-то попали, но ужас. Тяжело так. В эту радуницу, ей еще называют Пасхой для усопших, коголымчане смогут попасть на старое кладбище. На машине через восточную промзону. Поворот на новую дорогу обозначен специальным указателем. Путь проложили совсем недавно. Постарались успеть к празднику. Родственники, которые помнят и приходят к тем людям, которые здесь покоятся, обратились к Лосевой, к депутату, обратились к нам. Строительство во временной дороге вело силами к САТО, в счет сэкономленных ресурсов. Материалы, которые есть, это являются отходы от производства асфальтобетонного завода. Поэтому нам дали бесплатно. Технику, которую мы выделили, это тоже счет сэкономленных ресурсов. Поэтому будем считать, что эта стройка народная. Галина Смирнова – одна из инициаторов дорожной стройки. Год назад вместе с нашей съемочной группой она уже пыталась попасть в радуницу на кладбище. Тогда не удалось. Другое дело сегодня. На душе говорить стало спокойнее. Каждый раз переживала, что не может навестить близкого человека в такой день. Здесь похоронен ее папа, первопроходец Коголыма. С 89-го года, это вот уже без малого 30 лет, похоронили его здесь. Он был первопроходцем, приехал одним из первых в наш город, строил, отстраивали город. Он работал в ВТТ, самая первая, которая ВТТ была, Мегионская, еще в то время. Он строил наш город, но в итоге потом получилось, что когда он умер, попасть к нему было невозможно. Дорога к кладбищу есть. Теперь в семье Галины Смирновой ничто не помешает. Светлый праздник. Осталось взять только лопату и преодолеть еще 10 метров к могиле отца. Радоница особый праздник отмечается сразу после пасхальной недели. Люди посещают кладбище, ухаживают за могилами, вспоминают о воскрешении Христа. Теперь такая возможность есть у коголымчан. За состоянием новой дороги, обещают в администрации, будут следить. Ольга Чернова, Андрей Бучинский. Специально для новостей.